Всем привет! В этом ролике мы посмотрим довольно таки интересный аккаунт. Интересный он тем, что человек играет уже на втором практически 10 лет с одного аккаунта. То есть реально аккаунт старичка, имущество у него не особо большое, не прям огромное, но есть на что посмотреть. Поэтому от вас хотел быть максимальной активностью, ставьте лайки, ну и конечно подписывайтесь на канал. Ну и также не забывайте то, что передача аккаунта запрещена, за это вы получите деактивацию. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите приятные бонусы. Вся информация есть в описании под видео. Итак ребятки, перед тем как вам показать аккаунт, давайте я вкратце расскажу про данного человека, про которого мы сегодня снимаем, это Володя Ефанов. Первый аккаунт Володя создал в 2015 году, онлайн тот момент был маленький, узнал о сервере от кента из жизни. Начал играть, ник пароль сделал наугад, побегал и вышел, потом новый аккаунт создал уже в 2016 году, который у него есть сейчас. В 2016-2017 году был топ 1 игрок по игровому уровню на 0.2 сервере, из-за читов были деактивации и обнуления. В 2016 году имел топ 1 бизнес на сервере, это казино Южного, продал его за 55 миллионов и на следующий день оно светило у игрока. Ну что ж ребятки, вот я и зашел на аккаунт Володи и сейчас давайте мы все посмотрим. Как вообще убедиться в том, что это старый аккаунт, пишем просто команду слэш пас, то есть номер аккаунта у нас получается 45556. То есть если вы можете понять, то есть это реально старый аккаунт, потому что допустим я уже на 0.2 играю почти 3 года и у меня номер аккаунта 756 тысяч. Ну что ж, давайте начнем как обычно со скиллов, посмотрим что здесь в принципе вкачано, то есть у нас вкачан фрезеровщик максимальный скилл, дальнобойщик 106, рудокоп 10, то есть ну такое по мелочи. Именно максимальный скилл вкачан только один, но 106 скилл дальнобойщика тоже как бы очень даже неплохо я считаю, то есть это нормально. Ну и донор сперм у нас 84 скилл, это нужно реально качать не один год. Переходим получается к скинам и аксессуарам, то есть у него есть очень дорогой скин, называется он одежда Дора. Как я понимаю данный скин стоит 700 миллионов ребята, 700 миллионов просто стоит данный скин, потому что их очень мало и из этого такая вот большая цена. И он как бы у Володи есть. Помимо скина Дора еще есть скин получается Мияги, но он в принципе недорогой, есть еще вот такой вот скинец, я думаю он тоже не очень дорогой. Также сейчас на нем вот такой вот скин, скорее всего Нора есть в магазине одежды, ну такой прикольненький, симпатичный, но я думаю недорогой. Есть получается вот Грогу, то есть Грогу стоит я не знаю на 7 слотов, я думаю где-то лямов наверное 30, может быть больше, я точно не знаю. Но так в принципе больше ничего у него такого как бы нету, то есть давайте даже скин Дора оденем. Переходим получается в раздел навыки и здесь уже очень интересная картина, то есть да, здесь вкачано не так уж и много, на самом-то деле если мы посмотрим, то есть у меня допустим вкачано много больше, хотя я играю намного меньше. Но у него имеется 5913 спец очков, то есть это прям, ну это много и он может купить просто ну все что угодно из этих улучшений. Итак, давайте посмотрим вот статистику, уровень получается 104, номер телефона 979, но обычно такая симочка не особо дорогая, наличная 95 миллионов, получается дом у него имеется, наркозависимость 33 тысячи, работа дальнобойщик, блокипочка тоже как бы имеется. Итак, ребятки, я предлагаю уже перейти к автомобилям, автомобилей у него имеется, не так уж и много, не очень дорогие, но интересные, то есть первый автомобиль, это у нас получается Mercedes S600, то есть кабан. Тачка довольно-таки редкая, потому что ее убрали с автосалона и сейчас ее приобрести вроде бы как нельзя, либо возможно с контейнера, разве что можно выбить, но я сомневаюсь. То есть давайте посмотрим ПТС, здесь у нас получается третий чип, нитро и неон однотонный, занижение, как бы сигнализация, антирадар и развалы. То есть ну такая тачка, знаете, не прям заряженная, но самое главное есть, это третий чип, нитро, неончик, то есть и как бы эту машинку Володя собирал сам. Давайте кстати прокатимся, потому что я на кабане уже очень давно как бы не ездил и хочется на нем немножко похасанить, по рублевочке просто дать джазу, аккуратненько вот так вот бачком можно дать. Кстати нормально так едет, можно и боком валить, то есть тачка реально такая прикольненькая. На нее еще обвес Брабус добавили, но я так понял то, что Володя решил этот обвес не ставить. Ну что ж, следующий автомобиль это такая, знаете, рабочая лошадочка, добрый, прибыльный, газон просто next. То есть ну такая, знаете, рабочая машинка, в принципе самое главное есть, третий чип, нитро, гидравлик, неончик, ну в принципе нормально, как бы работать можно. На таком газончике вообще спокойно, как бы Володя раньше очень активно катал, но в последнее время как бы ему это надоело. Итак, следующий автомобиль на вроде необычный, это у нас получается монстр на градиенте. Не, ну тачка реально необычная, потому что в основном их просто там в гос сливают. Плюс этой машины в том, что она может ездить по полям без ограничений, но максималка у нее по-моему там 120 или 140, я точно не помню. Не знаю, зачем она ему, но как бы необычно, да, то есть такую тачку тоже не всегда встретишь, но видите, у Володи она как бы имеется, может быть больше, может быть меньше, я не знаю, как ее оценить. Чисто такой монстр, по полям гасать, мусоров переворачивать, но за это потом можно получить, конечно же, пиздюлей, если будете таким заниматься. Следующий транспорт, это у нас Дугатти на неон градиент, эти мотоциклы тоже можно редко встретить на неончике, но здесь он как бы есть. То есть просто ФТш и наградики, ну, думаю, нормально, чисто по Хасане как бы можно. Просто хреново то, что вот, допустим, на мотоциклах у них очень маленький бак, толком ты долго не поездишь, нужно постоянно будет езжать на заправочку. Ну что ж, ребятки, какой можно сделать итог, как бы аккаунт, да, я знаю, то, что не особо жирный, как бы я снимал аккаунты много жирнее, на которых было много больше имущества, там на 3 миллиарда, на 4. Ну так, если, в принципе, посчитать, то на этом аккаунте имущество примерно на 1 миллиард. Но суть как бы не в этом, я думаю, понимаете, то, что суть в том, то, что данный игрок играет уже на проекте, ну, практически 10 лет. Ну, 9 с хвостиком. То есть я считаю, как бы, ну, нормальный аккаунтик, самое главное, то, что это реально старичок. Старичок и 0,2 сервака, я думаю, как бы многие его знают, многие его видели. Поэтому я считаю, что этот человек заслужил внимание, аккаунтик у него реально неплохой, необычный, есть как бы и монстр, и дугатти на неончике, газончик, кабанчик там и так далее. Ну что ж, ребятки, огромное вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял, всем пока-пока.